Основные вопросы. Вопрос номер шесть. Почему человек пришел на земле? Ответ. Раббул Алимин говорит. Я создал джин и человек всего лишь для поклонения. Адзариат 56. В этом аяте Аллах Аззава Джалла говорит, что цель жизни человека это поклоняться одному Аллаху. Это Ибада, поклонение Аллаху. А Ибада это любую вещь, через которую человек получает довольство Аллаха. Любую вещь становится Ибада, когда человек получил через это довольство Аллаха. Значит, человек был создан для того, чтобы он совершал те действия, через которые он получит довольство Аллаха. То есть, цель жизни человека это получать довольство Аллаха. Ибада, то есть поклонение это является способ, через который человек получает довольство Аллаха. Довольство, дружба, близость и любовь Аллаха. Потому что человеку польза принесет только та Ибада, через которую он получил довольство Аллаха. И когда он через какую-то Ибада не получил довольство Аллаха, то эта Ибада аннулировается по какой-то причине. Может быть, это причина широк, это нововведение, показуха и так далее. Поэтому настоящий цель жизни человека — это получать довольство Аллаха. Человек, который получил довольство Аллаха, он выполнил цель жизни человека, даже если у него в жизни удобства мало было. И когда человек не получил довольство Аллаха, он не выполнил цель жизни, он проиграл, он упустил, даже если он был самый богатый человек в этом мире. То есть человек пришел на эту землю для определенной цели. И эта цель только один, то есть цель жизни человека только один. А это получат довольство Аллаха Человек, который получил довольство Аллаха Он выполнил свою цель Получил успехи И тот, кто не получил довольство Аллаха Он проиграл Человек, который живет тысяч лет Очень удобно И никакой беды у него нет Но он не получил довольство Аллаха После смерти он попадает в ад И вечно будет в аду Это настоящий убиток Настоящая досада и упущение С другой стороны, человек, у которого нет глаза и нет ноги но он получил удовольствие Аллаха и после смерти попадает в рай, и там он получит глаза и ноги и увидит Аллаха Аззава Джалла и вечно в раю, то этот человек получил успех, даже как бы он ни жил, ничего у него не было в этой дуне, в этой мире, в этой жизни. И надо знать, что удовольствие Аллаха получают только через один способ, один путь есть, одна дорога есть. Только один веществ, через который человек получает довольство, любовь, дружба, отношение и близость к Аллаху, а это Ислам. Теперь вопрос такой, что нам надо делать с Исламом, чтобы получить довольство Аллаха? То ответ такой, что первый, знание, то есть надо изучать Ислам. Второй это Амал, то есть дела, действуй по Исламу, а третий это Таблиг, то есть донести до других, распространять Ислам. Номер четыре это Джихад, то есть усердствовать для того, чтобы укрепить Ислам. Надо знать, что для того, чтобы действовать по Исламу, распространять Ислам и укрепить Ислам, для этого нужна Кува. Кува это значит, сила нужна, Азбаб, то есть причины нужны. И для этого нужна наука, мирское знание и имущество. Без этого невозможно. Поэтому обязанность мусульманина, чтобы он получал и мирское знание тоже, чтобы он знал разные языки, изучал наука, изучал политика, изучал бизнес, изучал СМИ, медиа. И чтобы он знал каждый аспект и каждый отдел жизни. А без мирское знание это невозможно. Поэтому для Ислама развиваться в мирское знание, в бизнесе, это тоже Аибада поклонить. И через это тоже человек получает удовольствие, близость и дружбу Аллаха. Поэтому обязанность мусульманина, чтобы он изучал наука, сделал бизнес, правильное образование получал. И чтобы он получал знания больше, чем немусульман. И чтобы он развивался больше. Потому что кафир, то есть не мусульманин, мирское знание получает для Дуния, для своей мирской жизни. Он зарабатывает для своей мирской жизни. А мусульманин знание получает и зарабатывает для того, чтобы получить довольство Аллаха. Здесь надо знать, что Коран нам объясняет, что человек, который не получил довольство Аллаха в этой жизни, автоматически он получает недовольство Аллаха. То есть, если у кого-то нет сертификата довольства Аллаха, то Аллах недоволен его, и он будет в аду. То есть, это неправильно, если человек скажет, ну ладно, если я не получил довольство Аллаха, ничего страшного, потому что и не получил недовольство Аллаха, и ничего не будет. Нет. Истина такая, что в жизни есть определенная ответственность. И обязательно, чтобы человек познал Аллаха и получил довольство Аллаха. И для этого обязательно, чтобы он правильно понял Ислам и правильно действовал по Исламу. Арклофикум, пока нет, амсу.